Здравствуйте! Это программа «Время закона» в студии Яростислав Билок. Всю неделю мы следили за правовыми событиями и чрезвычайными происшествиями в Орловской области. Подборку наиболее значимых из них для вас подготовил наш специальный корреспондент Иван Суверин. Вот главные темы этого выпуска. Табурет, источник бед, как нехитрая мебель стала вещдоком по уголовному делу. ДТП с летальным исходом в Орле уже второй раз с начала года погиб пешеход. Успели и спасли огнеборцы, выручили пенсионерку, в чьей квартире случился пожар. Ее усилиями тайное становится явным. Женский подход к экспертной работе. Табурет, как орудие преступления, следственный комитет завершил расследование необычного криминального инцидента. Он случился в советском районе Орла 2 декабря. Конфликт, вспыхнувший между двумя собутыльниками, стоил жизни одному из них. По горячим следам правоохранителями был установлен подозреваемый. Который под тяжестью предъявленных улик сознался в содеянном и пояснил, что в начале декабря 2021 года он избил потерпевшего руками, ногами, а также деревянным табуретом в ходе конфликта, который возник во время распития спиртных напитков, разозлившись из-за того, что потерпевший надел в тот день его куртку. Обнаружив через некоторое время, что потерпевший умер от причиненных повреждений, злоумышленник скрыл его тело в грунте во дворе дома. И еще из заметных правовых событий. Уголовное дело по обманутым дольщикам, начато оперативниками УФСБ, завершено обвинительным приговором. Об этом сообщили в пресс-службе Орловской госбезопасности. Мошенничество и отмывание денег через создание подставных фирм по всем этим пунктам обвинения суд встал на сторону правоохранителей. Замдиректора ООО «Домстрой» проведет за решеткой два года и один месяц. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски всех потерпевших в полном объеме. У ФСБ России по Орловской области пресечена противоправная деятельность заместителя директора ООО «Домстрой» Караваева Ольги Станиславовны, причастной к хищению мошенническим способом и легализации денежных средств участников долевого строительства многоквартирных домов на общую сумму 16 миллионов 400 тысяч рублей. В ночь со вторника на среду в северном районе Орла случилось ДТП со смертельным исходом. Трагедия произошла на перекрестке Московского шоссе и улицы Металургов. В аварии погиб пешеход. Подробности на месте происшествия выяснил наш спецкор Иван Суверин. По словам инспекторов ГИБДД, характерным для этого перекрестка видом ДТП всегда было столкновение транспортных средств. А вот наездов полицейские за последние годы здесь не припоминают. Счет жертвам ДТП среди пеших участников движения открыл мужчина с 77-го года рождения, попав под газель. Водитель грузовичка двигался из города по московскому шоссе и пешехода заметил слишком поздно. Ехал, откуда он появился. А сигнал светофора какой? Зеленый. Зеленый. То есть вам был разрешающий, ему запрещающий, правильно? Ясненько. Вы успели как-то среагировать на него? Как-как? По тормозам ударил, все. Погода, видите, какая. Изломанная решетка радиатора, покореженный капот, разбитое лобовое стекло. Удар доставшихся пешеходу не был касательным. Оттого и повлек фатальные последствия. Один из водителей, проезжая место ДТП, вспомнил, незадолго до трагедии видел этого пешехода на дороге. Час назад ездил по своим делам, встречал какой-то там непонятный гражданин в неположенном месте, бегал тут по дороге. И судя по всему, так-то я не могу сказать конкретно, судя по всему, был не совсем трезвый. То есть это вот данный гражданин, который погибший сейчас? Эту информацию полицейским еще предстоит проверить, как и прочие обстоятельства трагедии. А пока полагаться уверенно, следствие может лишь на фактическую картину аварии. Глова 6-0. Глоги 7-5. Если потерпевшему помощь медиков была уже не нужна, то вот водителю Газели она понадобилась на фоне стресса. У мужчины серьезно обострились симптомы хронической болезни. Окончательные выводы относительно случившегося остаются за следственным отделом районной полиции. В продолжение темы. Региональная госавтоинспекция озабочена сложившейся с начала года тенденцией. Под колеса машин все чаще попадают пешеходы. На негативную статистику в ГИБДД отреагировали масштабными рейдами. Какие задачи ставились экипажам ДПС, об этом в следующем материале. Чтобы уберечь пешеходов, инспекторы для начала взялись за водителей. Рейд начали ночью, ведь именно в темное время суток случилось большинство серьезных ДТП. Среди водителей полицейские, как обычно, искали тех, кто пригубил перед поездкой. Последствия встречи на дороге нетрезвого водителя и неосторожного пешехода вполне предсказуемы. С начала года по настоящее время на территории Орловской области зарегистрировано 17 дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на пешеходов, в которых 4 человека погибли, 17 человек получили ранения. Зачастую такие дорожно-транспортные происшествия происходят как на федеральных автодорогах, так и в городской черте. Как не попасть под колеса авто, советы инспекторов прежние. Иметь световозвращающие элементы, переходить проезжую часть в установленных местах, убедившись в том, что транспортное средство уступает вам дорогу. Не находиться на проезжей части без цели ее перехода. Нарушают ли сами пешеходы? В ГИБДД говорят, еще как. Здесь, у 24-й школы, характерным является переход в неположенном месте. Некоторые пешеходы свою оплошность признают. Девушка, что же вы так переходите-то опасно? Виновата. У нас документы все равно есть? Есть. Некоторые с инспекторами отчаянно спорят. Я считаю, что вон тот пешеходный переход совершенно неочувствует. То есть это неудобно вам, да? Ну, есть урегулированный перехлет. Я считаю, что переходить дорогу должно быть. А некоторые попросту норовят дать от инспектора входу. Как бы абсурдно это ни выглядело. На площади Мира через улицу Фомина многие ходят на запрещающий сигнал. На красный-то бахнули. Почему? Как вышло? Тут холодно. Бегом побежал. А ты, смотрю, солидный вроде человек, пожилой и вдруг как мальчик. Ну, больше так не будете делать, я думаю. Нет, конечно. По словам инспекторов, такие нарушения здесь носят хронический характер. За прошлый год ГИБДД насчитали 65 ДТП явными виновниками которых стали пешеходы. Однако, стучи к предопешим участникам движения попросту изменило чувство самосохранения существенно больше. В одной из недавних аварий ДТП было у гипсового комбината. Формальным виновником признали автомобилиста. Но очевидец наезда сообщил следователю, переходя улицу потерпевшей не слишком-то остерегалась. Она шла быстрее меня. Я увидел то, что машина не успеет затрамотить. Я ей крикнула. Ну, она его слышала. И она даже не смотрела его. И она не смотрела ни вправо, ни влево. Не стоит забывать, говорят полицейские, что последствия ДТП для водителя и пешехода весьма неравнозначны. И отстаивать свою правоту ценой здоровья и жизни пешим участникам движения явно не стоит. От дорожных происшествий к огненным. Вечером четверга в девятиэтажке на улице Революции огнеборцам Орла пришлось ликвидировать пожар. Драматизма ситуации добавило то, что в квартире, где случилось возгорание, находилась пенсионерка за 80. Чем все закончилось, расскажет наш сюжет. Скорая, едущая с места ЧП, встретилась с нам по дороге. Первые подробности узнаем у соседей-погорельцев. Все живы, здоровы? Что слышно? Живы, живы, все. Забрали в больницу. Забрали в больницу, да? Да. А кого? Мужчину, женщину? Женщину, пожилая. Припоздай пожарный на пару минут, и трагедия была бы неизбежна. По словам огнеборцев, минимальными последствия пожара оказались благодаря раннему обнаружению возгорания. Тревогу подняли соседи сверху. Старушку из горящей квартиры бойцы вынесли в полуобрачном состоянии. На лице и руках женщины были ожоги. Предыдущими подразделениями пожароспасательного гарнизона в одной из комнат квартиры была обнаружена женщина, которая была спасена пожароспасательным подразделением, третьей пожарной части, и выведена на свежий воздух. Впоследствии передано гореть в скором медицинской помощи. Однако, кроме спасения старушки, у пожарных были и другие неотложные задачи. Был уходом ствол РСК-50 на тушение. Были сформированы звенья ГБЗС для проведения разведки и спасения людей с выше расположенных этажей дома. Пожару удалось ликвидировать тех марштабов, которые он принял на момент прибытия первого пожароспасательного подразделения. Ближайший сосед пострадавший, хоть и был дома, о пожаре узнал запоздало. А вот сосед сверху уверен, ЧП на первом этаже скорее закономерность, чем неожиданность. По словам мужчины, жилье пенсионерки было сильно запущено, а сама она уже за себя не отвечала. За ней никто не ухаживает. Какая-то там женщина присматривала, я ей полицию вызывал. Сколько раз обращался. Никто. Никто не помог. А скажите, она уже себя плохо обслуживала, получается? Она вообще себя не обслуживала. Предпосылки происшествия предстоит выяснить дознавателям Госпошнадзора, а выводы относительно причин возгорания сделают эксперты испытательно-пожарной лаборатории. Происшествия последних дней серьезные и не слишком. Орловчане активно обсуждали и на просторах интернета. Какие темы вызывали у них интересы, какие возмущения в нашем еженедельном обзоре социальных сетей. Видео с регистратора, на котором подростки пытаются пересечь на Угорское шоссе перед капотом едущей машины, вызвало дружный гнев пользователей. Видео есть, нужно было остановиться, поймать, позвонить 02 и родителей вызвать их. На Карачевском шоссе сегодня было то же самое. У меня перед носом машины четыре парня как будто соревновались, проскочат или нет. Это уже далеко не первый раз. Я на микроне наблюдала такую печальную картину. Водитель, запечатлевший последствия ДТП на Раздольной, был до нельзя скутно пояснением. Картину случившегося пришлось устраивать комментаторам. На самом деле это были два разных ДТП. Та, что на обочине, столкнулась с такой же Нексией, а красная Хюндай столкнулась с Газелью. И это в течение 40 минут. Произошло две аварии. Глаза вылупят и на мигающей желтой летят. Красная стояла на перекрестке более часа. Знак не выставили, аварийка не моргала. Странно, что третьего ДТП не произошло. Тротуары возле 24-й школы один из пользователей посчитал травмоопасными. Доказательства приложил к фотографии. Возражений в комментариях не последовало. Да у нас весь орел такой. Во дворах вообще жуть. Поддерживаю. Лед на этой дороге. Постоянная проблема зимой. А весной и осенью появляется разбитый асфальт. Очень легко сломать ногу. Скорее всего песок и соль администрации Советского района поставляли все страны Евросоюза. Санкции, ребят. Международный женский день не оставил равнодушными сотрудников надзорных органов. Радовать, а не наказывать, с таким посылом в предпраздничные рейды вышли сотрудники Госпошнадзора и ГИБДД. Как это было, расскажем в нашем сюжете. Мужчины в погонах не могли остаться в стороне от женского праздника. Традиционно сотрудники ГОИ поздравляют орловчанок с 8 марта в одной лишь им свойственной манере. Я хочу вам пожелать, чтобы на вашем лице всегда оставалась такая улыбка, чтобы вы всегда почаще так же улыбались, чтобы ваш супруг вас всегда радовал, дарил вам побольше цветов, чтобы ваши мечты всегда сбывали. С наступающим вас! Неожиданно, безумно приятно. Наша полиция нас бережет. Некоторых дам сюрприз настолько впечатлил, что они спешат поделиться радостью. Первый раз, поэтому это безумно так необычно, приятно. И я в восторге до неба и обратно. Так что всегда видела, что поздравляли других. Думала, ну как же так, как же мне тоже так хочется. В общем, вот попала наконец-то. Чтобы избежать дискриминации, инспекторы не забыли и о прекрасных пассажирках, и о дамах-пешеходах. Вас я поздравляю с наступающим международным женским днем. Желаю, чтобы вы всегда улыбались, оставались всегда так счастливыми. Самое главное, не нарушайте правила дорожного движения. Все классно. Мы с вами договорились. Все, с наступающим вас! Спасибо, до свидания. Хотя дамское вождение часто служит поводом для острот, инспекторы ГИБДД отмечают, женщины за рулем в целом существенно более дисциплинированы, чем водители и мужчины. Инспекторы госпожнодзора также делают ставку на женщин, как на хранителя из домашнего очага. В преддверии праздника весны мы не могли обойтись стороной и решили посетить совместно с представителем социальной защиты Орловского муниципального округа многодетные семьи с вручением цветов, торжественных пожеланий. И также мы разработали специальные памятки на противопожарных безопасностях. Цветы дамам приятный повод, но главное все-таки противопожарный инструктаж. Детей без присмотра мы не оставляем, но я надеюсь, у нас таких проблем нет, у нас все хорошо. И мы очень смотрим за техникой безопасности, потому что это жизнь, это наше жилье, это одна нелепая ошибка, случайность, недосмотр может стоить очень дорого. И пожарные, и полицейские, кстати, едины в одном пожелании, чтобы дамы в праздник не увлекались спиртным. Это часто служит источником неприятностей. Каждый год 8 марта сильной половине человечества приходится признавать. На поприщах, считавшихся раньше сугубо мужскими, дамы уверенно теснят кавалеров. И правоохранительная деятельность не исключение. Какие ниши женщинам удалось прочно занять в экспертно-криминалистическом центре регионального ОМВД, узнал Иван Суверин. Сегодня экспертно-криминалистическая служба ОМВД имеет главным образом женское лицо, а мужчины-коллеги постепенно остаются в меньшинстве. Впрочем, начальник ЭКЦ Олег Бурцев в сложившемся соотношении видит одни лишь выгоды. Женщины на сегодняшний момент уже, как ни странно, работают уже больше, чем мужчин. Чем хороша работа женщин, то, что они действительно более педантично подходят к работе, наверное, более скрупулезно, более внимательно. Надежда Старокоженкова училась в институте наследователя, а потому работу эксперта сначала считала временной. Но жизнь распорядилась иначе. Открывшийся у Надежды талант к экспертизе шлифуется уже 15 лет. Участие в следственных действиях, участие в оперативно-розыскных мероприятиях, ну и, конечно же, наша непосредственная работа – это производство экспертиз и исследований по тем объектам, которые изымаются с осмотра места происшествия. Что написано «пером не вырубишь топором» – это благодаря Надежде на своем горьком опыте уже выяснили многие мошенники и аферисты. В связи с тем, что я занимаюсь и специализируюсь на производстве подчерковических судебных экспертиз, основная категория дел – это экономические преступления. То есть это мошенничество, это, прежде всего, обманутые дольщики. Все те документы, официальные документы, которые заполняются при оформлении, допустим, недвижимости, при оформлении каких-либо других сделок, они все являются объектами подчерковической экспертизы. В уголовном деле по этому долгострою на Бурово-46 Надежда Старокоженкова также делала экспертное заключение и уверена – фигуранту теперь не отвертеться. Даже если преступник меняет почерк, намеренно либо неосознанно, эксперт распознает так называемые признаки необычного исполнения и сбивающий фактор, и тайное неминуемо станет явным. Это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Редакция программы «Время закона» следит за самыми резонансными событиями. Узнать больше вы можете на нашем сайте obl1.ru, там же, кстати, имеется кнопка вызова съемочной группы Первого областного. Наш телефон для связи 761028. Берегите себя. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин